Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена, а также как и каким образом можно сохранить и увеличить активный доход в настоящий момент. Тема сегодняшнего видео, хотелось бы поговорить, почему вы никогда не заработаете на трейдинге. Вот именно вы, кто смотрит данное видео, вы никогда не заработаете на трейдинге. Я вам просто постараюсь объяснить, почему. В любом правиле есть исключение, возможно, вы счастливчик, любимец фортуны, да, и у вас получится заработать на трейдинге. Но при этом вы должны понимать, что и это временно, да. Ну, я просто на основе собственного опыта хочу сказать о том, что даже если это будет, это будет какая-то временная история, и вопрос будущих потерь – это лишь вопрос времени. Итак, если интересно, смотрите обязательно данное видео до конца. Почему я столь уверен в таких, казалось бы, провокационных заявлениях, я постараюсь раскрыть данный вопрос. Мое мнение, что вы на трейдинге не заработаете никогда, потому что из моей практики, моей собственной практики, люди, которые занимаются трейдингом и зарабатывают на этом, то есть здесь важно как раз-таки именно одновременно сочетание двух этих факторов. Они занимаются трейдингом, они торгуют, это первый момент, причем регулярно торгуют, потому что трейдинг можно по-разному расценивать, да. Может быть, несколько тысяч операций в секунду, может быть, несколько операций в день, может быть, несколько операций в месяц, да. То есть тайминг тоже определяет и насколько высокочастотная торговля осуществляется. Я сейчас говорю вот именно о такой работе, о ежедневной торговле, рисовании голов впречь, перевернутых голов впречь. Не суть важна. Так вот, люди, которые одновременно и занимаются торговлей на ежедневной основе, то есть делали это по сути своей профессии и зарабатывают на этом, отвечая двум этим характеристикам, они автоматически отвечают предыдущим двум характеристикам. То есть, как правило, эти люди, которые профессионально работали в брокерской компании, в трейдинговом подразделении, у которых были наставники, такого рода трейдеры, да, которые работали в профессиональной компании. Это первое правило. Второе правило – это люди, которые получали практически фиксированный доход или заработную плату, или они получали доход от торговых операций, когда они торговали на какого-то крупного трейдера, при том, что там, в этой истории, в этой системе существовала очень жесткая система риск-менеджмента. Система, которая контролировала параметры риска, система, которая контролировала лимиты на риск. Когда просто торговый терминал перед трейдером закрывался, когда он терпел убытки, у него были неудачные сделки для того, чтобы человек эмоционально восстановился. Человек обладает опытом как минимум от трех лет подобного рода деятельности. То есть, еще раз, человек, который торгует и зарабатывает на этом, у него есть бэкграунд, связанный с тем, что он занимался этим профессионально, в условиях, где были очень серьезно ограничены его собственные риски и риски капитала, с которым он работает. Поэтому он и не слил капитал. Это был или не его капитал, или это были небольшие суммы капитала, но риск-менеджмент не позволял сливать. Благодаря этому на длительном промежутке времени, чтобы стать мастером, нужно 10 тысяч часов потратить. Человек становится эффективным трейдером, у него вырабатывается собственный стиль, у него большой анализ собственных ошибок, он, как правило, ведет дневник сделок, дневник трейдера, свое эмоциональное состояние описывает, где он очень профессионально, как к работе, полноценно к этому относится. Для него важна скорость передачи данных, стабильность интернет-соединения. Люди, которые смотрят меня и считают, что вот я сейчас такой эффективный трейдер приду и буду торговать, подпишусь на Васю, подпишусь на Витю, Максима Петрова, буду следить за его сделками, совершаю то же самое и будет мне манна небесная с неба, ребят, такого не будет. При единственном условии, если вы заранее не понимаете и не согласуете цели, которые согласуются со мной. У нас есть проект, лично у меня есть проект «Миллион долларов», где я создаю миллион долларов каждому из своих детей, инвестирую небольшие деньги, но это не трейдинг, это инвестиции. И мы сейчас еще отдельно про это поговорим. Хотите узнать более подробно, какие сделки инвестиционные, а не трейдинговые я совершаю, почему я это делаю, какие результаты, ссылка под данным видео, можете пройти, посмотреть, это абсолютно бесплатно. Итак, давайте вернемся к вопросу про трейдинг. То есть люди, которые смотрят сейчас, как правило, чем они характеризуются? Небольшой портфель. Ну, то есть это не такие большие деньги под управлением. Второе. Напрочь практически отсутствует какого-либо рода система риск-менеджмента. То есть нет никаких лимитов, сам себе хозяин, мой собственный терминал, сколько хотел, столько открыл, сколько хотел, столько закрыл. Очень мощная эмоциональная подверженность совершению. А ситуация связана с тем, что не контролируются заработанные деньги. То есть легко заработанные деньги на рынке очень легко теряются. И впоследствии, да, то есть это когнитивное поведение, то есть когда люди проигрывают в рулетку, они, соответственно, проигрывают именно потому, что они до этого выиграли. И для того, чтобы восстановить это, то происходит проигрыш. Используют заемный капитал, используют леверидж, чрезмерная алчность, жадность. И не дай бог, еще появляется такая ситуация, что если человек в течение двух-трех месяцев депозит не слил, у него начинает вырастать такого рода корона. Все, я теперь все знаю. Я теперь вижу, вот это вот кукол зашел, вот это вот кукол вышел. Я сейчас буду подстраиваться, и будет мне счастье. Но самое главное, я вам очень и очень советую прочитать книгу у руководства разумного инвестора по инвестированию Джона Богла, в котором он приводит очень крутые цифры статистики. За 100 лет доходности американского рынка ценных бумаг 95% доходности обеспечила инвестиционная доходность рынка. И только 5% обеспечила спекулятивная доходность рынка. Переводя на понятный язык, что хочется сказать? Что такое инвестиционная доходность? Инвестиционная доходность рынка – это доход, который получает акционер от дивидендов и от роста чистой прибыли компании. Когда у компании растет выручка, прибыль и чистая прибыль, которая направляется ему в качестве дивидендов. И эти дивиденды могут быть направлены на реинвестирование. Так вот, за 100 лет, вне зависимости от тайминга, вне зависимости от времени входа, вне зависимости от того, по какой цене был куплен индекс и по какому цене индекс был продан, средняя доходность 10% годовых, из которых 9,5% – это инвестиционная доходность. Спекулятивная доходность составила всего лишь, получается, 0,5% годовых или 5% в абсолютном доходе из 10. То есть вы тратите очень много времени, вы подвергаетесь свой капитал разрушению и потерям, вы постоянно находитесь в раздрайе, потому что у вас эмоциональное состояние постоянно шарашится от эйфории до горя, от того, что пойду напьюсь, потому что я много заработал, заканчивая, пойду напьюсь, потому что я много потерял. И в конечном счете все вот эти телодвижения ради 5% результата. Ребят, камон, вы о чем? Каждые 100 долларов инвестиции в 1900 году в американский фондовый рынок только посредством спекулятивной доходности превратились бы в 120-130 долларов. Кто-то скажет, что это круто. Еще раз, за 100 лет более чем 100-кратный рост. 120, ну, 1 доллар стал 120 долларов. Мы сейчас убираем, сейчас инфляционную составляющую расчетов, то есть номинальная доходность. Круто, классно. Даже биткоин можно было бы, ну, биткоин, конечно, в более коротком промежутке такую доходность обеспечил, но если говорить об инвестиционной доходности, то каждый доллар, вложенный в американские компании в 1900 году, с учетом инвестиционного дохода, реинвестирование полученных дивидендов в тот же самый фондовый рынок превратился бы в 13 тысяч долларов. Что называется, почувствуй разницу. 120 долларов, 120-130 долларов спекулятивного дохода и 13 тысяч долларов. Два порядка. Два порядка разницы. Это понятно, что работает схема сложного процента, рост экономики. Здесь возникает вопрос. Я сто лет не проживу. Это не про меня история. Но каждое следующее поколение, друзья, живет на 10 лет больше. То есть, если наши бабушки, мои бабушки имеются в виду, в среднем жили дедушки, в среднем жили там 60 лет, то мои родители уже проживут в среднем 70 лет. Они оба уже переварили за 70 лет. Я могу рассчитывать на то, что я проживу 80-90 лет и больше. Мои дети, соответственно, переварят за 100 лет. А дети, рожденные после 2021 года, в мире проживут более 120 лет. И поэтому тогда возникает вопрос. Портфель инвестиционный, который сейчас мною формируется для моих детей, в надежде заработать им за 15 лет 1 миллион долларов, за 20 лет, еще в дальнейшем 100 лет может работать с эффективной доходностью по принципам инвестиционного дохода. 100 лет еще впереди. И у меня тогда возникает вопрос. А сколько у вас, друзья, будет капитал даже через 10 лет? В настоящий момент у каждого из моих детей капитал порядка 1 миллиона рублей. Много это или не мало? Для кого как? Ресурсы, которые на это потребовались, 8 долларов в один день. Общие затраты. За 4 года. За 4 года из 100. Еще впереди 96 лет. Хотите более подробно знать, как это работает? Инвестиционная составляющая дохода и какие промежуточные результаты? Ссылочка на мастер-класс внизу. Утверждение, что вы на трейдинге не заработаете, ребят, ну это просто мой опыт, мои наблюдения. И вопрос в том, что если вы собираетесь зарабатывать на трейдинге, вы должны быть готовы, во-первых, в любой момент потерять значительную часть капитала, во-вторых, быть очень сильно на эмоциональных качелях расшатанным. Ну и третий, задайте себе вопрос, а надо ли оно вам? Когда можно делать очень простые, понятные шаги, без суеты, да просто увеличив горизонт инвестиций. И в этот период, в настоящее время, как раз-таки очень важно сделать выбор в сторону трейдинга или инвестирования. Мой выбор – инвестиции. Кто-то выбирает трейдинг, ребят, при всем вложении мне вас жалко, потому что вы или все равно станете инвестором, или просто потеряете капитал и будете думать над вопросом, а как же мне теперь его восстановить и приумножить. Это можно сделать исключительно за счет активного дохода. Об этом у нас на канале тоже много полезной информации, поэтому обязательно подписывайтесь. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, пока-пока.